ОМТВЮА про Головне. Хаймарс. Отрицательно выжили около ста рашистов. Также много раненых. Что случилось? Почему все это происходит? Тем временем количество раненых в Ливане во время взрывов пейджеров превысило 4000 человек. Также известно о 18 погибших. Среди пострадавших много сыновей высокопоставленных членов запрещенной организации Хезбалла. Одним из убитых был сын члена ливанского парламента Али Аммара, сообщает издание Reuters. Ну а ручной пропагандист Путина заявил, что за операцией в Ливане стоит агент израильской разведки Махшир Кешер. Изначально Владимир Соловьев утверждал, что именно этот агент сыграл ключевую роль в организации серии атак, которые привели к массовой ликвидации боевиков. На самом же деле, Махшир Кешер в буквальном переводе с иврита означает «средство связи». Увидев, что сел в лужу, кремлевский шут внес справки в свой пост в телеграм-канале. Напомним, что это не первый подобный случай с этим пропагандистом. Совсем недавно Соловьев также мастерски раскрыл убийцу президента Ирана Раиси, который разбился на вертолете. Тогда Соловьев заявлял, что покушение совершил агент Массада «Эликоптер», по-французски «вертолет». Понимаете, он же натурально готов нести любую чушь. Не буду повторять, скажу только, что вот у Джорджа Оруэлла было очень богатое воображение и историческое предвидение. Но, конечно, он, и он даже представить не мог, каким будет выглядеть тоталитарное государство. Он описал некоторые его контуры, но не смог проникнуть в глубину того тоталитаризма, который мы сейчас наблюдаем в рамках так называемого порядка, основанного на правилах. Мне, собственно, нечего добавить. Его перещеголяли, конечно, нынешние руководители в Вашингтоне, которые просто подавляют любое инакомыслие. Это тоталитаризм в чистом виде. Это заявляет министр иностранных дел государства, граждан которого арестовывают за одиночные пикеты с чистым листком, призывы к миру и неодобрение убийства соседей. Государство, в котором детей в школах учат убивать, убийцы насильников объявляют героями. А за рисунок дочки отца могут засадить в колонию. Ну, меня это тоже удивляет. Пять лет колонии получил москвич Юрий Каховец, который позволил себе критику так называемой СВО в уличном опросе. В апреле этого года суд назначил ему пять лет принудительных работ. Тогда Каховец радовался такому мягкому наказанию и благодарил судью за снисхождение. Однако обвинение обжаловало приговор, и Мосгорсуд заменил принудительные работы на реальное заключение. На Каховца надели наручники прямо в зале суда. На этом фоне высказывание Лаврова заиграло новыми красками. Россия такая, какая она есть. И мы не стыдимся показывать себя такими, какими мы есть. А это эпичный пожар на складе горюче-смазочных материалов в городе Ярославль, так называемой России. Шесть сотрудников МЧС пострадали во время тушения пожара. Пострадавших пожарных госпитализировали. Их состояние оценивается как тяжелое. Войнный комиссар Каменского района Свердловской области Олег Цыбух. Вы ганстеры? Нет, мы русские. Ребята, полный портфель бабла. И мы с пушкой. Нам п***. На фронт поедет через 3, 2, 1. Удмуртия. Село 4. К приходу в СУ полностью готовы. Губернатор Курской области Алексей Смирнов обещает вылечить своих избирателей от алкоголизма, если они за него проголосуют. На следующих выборах напишет «Голосуй за меня, и я тебе 10 тысяч рублей займу до зарплаты». Чечерина воет перед военными преступниками в какой-то посадке. Вершина карьеры путинского музыканта. Стоишь в обносках посреди посадки в 46 лет и горлопанишь перед теми, кто тебе даже похлопать не может, потому что они руки свои обменяли на стиралки и унитазы. Кристина Агилера, 43 года, собирает стадионы по всему миру. Нелли Фуртада, 45 лет, собирает стадионы по всему миру. Чечерин, 46 лет, собирает мародеров в лесу. То есть для тебя, как человека, дающего концерты на передовой с 14-го года, но в принципе от того, что ты сейчас даешь их на Курском… Не, а опыта прибавляется, всегда что-нибудь новенькое случается, практика происходит. Да, и правда опыта, я смотрю, стало больше. В Грибахте Чечерина теперь разбирается хорошо. В Москве задержан адвокат Элеман Пашиев за то, что развел мужа инфо-цыганки Блюновской, пообещав, что сможет отмазать его за деньги от уголовки. Сам Элеман Пашиев имеет долг перед ФНС 700 тысяч рублей. Адвокат, у которого долг перед налоговой, идет разводить инфо-цыган, у которых долг перед налоговой, для того, чтобы заплатить долг перед налоговой… Не смеетесь, не поняли, это Россия… Все у него есть, и техника, и вооружение, и дроны, которыми линия фронта сейчас очень насыщенно готовится, видимо, к каким-то иным действиям. Недооценивать противника многократно, постоянно этого говорим, не стоит. План победы у Зеленского. При этом, все-таки, есть четыре основных пункта и один дополнительный – речь про удары по Центральной России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова